Это Адмиралс, меня зовут Лембету. Вокруг трейдинга существует много мифов. Поэтому сегодня разберемся, что такое трейдинг и развенчаем мифы о нем. Если вы посмотрите на определение терминов «инвестирование» и «трейдинг», то вы наверняка не заметите какой-либо разницы. Инвестирование – это вложение денежных средств с целью получить прибыль в будущем, а трейдинг – это анализ текущей ситуации на рынке и заключение сделок с целью получить прибыль. До сих пор непонятно, чем они отличаются друг от друга. На самом деле, не существует особых технических различий между трейдингом и инвестицией. Однако это два совершенно разных подхода к зарабатыванию денег на бирже. Инвестор – это лицо, которое вкладывает свои деньги в актив в надежде через некоторое время получить прибыль от его роста. Трейдер – это тот, кто зарабатывает деньги в краткосрочной перспективе, совершая большое количество сделок. Другими словами, если инвестор полагается на постепенное повышение цен, то трейдер ориентируется на их изменения. Диапазон инвестора – годы, а трейдера – дней, часы, очень редко месяцы. Когда инвестируете, например, в акции, вы делаете ставку на то, что со временем компания будет расти либо за счет расширения своей базы активов, либо за счет увеличения прибыли. Вы можете инвестировать в компанию на любой срок, но, как правило, будете стремиться продавать свои акции через 2-3 года или даже через 10 лет. Конечно, стоимость акций может меняться. Трейдер, в отличие от инвестора, планирует продажу и покупку ценных бумаг с целью заработать на краткосрочных колебаниях цен. Например, дневная торговля предполагает покупку и продажу акций в течение одного дня, в то время как свинг-трейдер предполагает период в несколько недель, а то и месяцев. Существуют и другие виды торговли. Они так или иначе относятся к кратковременному. Иногда продажа и покупка совершаются за несколько секунд, такой стиль называется скальпингом. Но продажа сразу после покупки не делает из вас трейдера. Итак, давайте перейдем ко второму аспекту – анализу, который приводит к сигналам, то есть совокупности факторов, дающих право трейдеру или инвестору совершать сделку. Чтобы понять, как анализ компании и цены ее акций различаются у инвесторов и у трейдеров, нам нужно сначала объяснить разницу между ценой компании и ее внутренней стоимостью. Теоретически, цена акций отражает только количество покупателей и продавцов, торгующих этой акцией в данный момент. Но помимо цены акций, существует и некая внутренняя стоимость. По законам рынка, цена акций должна постепенно сравняться с ее внутренней стоимостью, по мере купли и продажи с учетом информации компаний и данных из ее отчетов. Однако, человеческие факторы, такие как страх или жадность, могут привести к тому, что цена акций будет время от времени отличаться от ее реальной стоимости. И иногда, очень даже значительно, инвесторы используют два подхода к этой информации. Пассивные инвесторы игнорируют краткосрочные колебания цен на акции и стремятся получить выгоду только от внутренней стоимости, зная, что если они купят акцию по завышенной цене, то в долгосрочной перспективе все равно получат выгоду. Активные инвесторы вместо этого пытаются оценить внутреннюю стоимость акций. Таким образом, они могут купить акцию, так сказать, со скидкой и при этом получить выгоду не только от роста внутренней стоимости, но и от роста котировок. Оба этих подхода отличаются друг от друга, но так или иначе они завязаны на внутренней стоимости. Трейдеры в первую очередь думают о цене акций, не пытаясь оценить ее внутреннюю стоимость. Некоторые трейдеры покупают и продают акции, даже не зная, чем занимается компания. Они лишь стремятся воспользоваться краткосрочными колебаниями и тенденциями в котировках. Поэтому для трейдинга и инвестирования нужны абсолютно разные принципы работы. Трейдеры оценивают поведение цены на основе принципов технического анализа. Теханализ предполагает, что цена отражает мнение участников рынка о текущей ценности актива. При этом мнение участников меняется под воздействием информации. Действия участников рынка складываются в поведенческие модели, которые поддаются анализу. Об этом сказал в своей книге зональный трейдер Марк Даглас. Каждый день, неделю или месяц в торгах по всему миру участвует некое конечное число трейдеров. Многие из них раз за разом совершают похожие действия с целью заработать деньги. Выражаясь иначе, люди нарабатывают поведенческие модели, а группа взаимодействующих друг с другом на постоянной основе людей формирует коллективные поведенческие модели. Они не только поддаются наблюдению и измерению, но и обладают свойством повторяться с периодичностью, свидетельствующей о статистической надежности. Если подвести итог, то можно сказать, трейдеры при планировании сделки оценивают паттерны цены, которые позволяют им понять риск. А инвесторы оценивают внутреннюю стоимость актива, не полагаясь на текущее поведение цены. О том, как трейдеры работают по техническому анализу, а инвесторы оценивают стоимость акций, мы рассмотрим на ближайших занятиях. Потому что торгуете вы по стратегиям трейдеров или по стратегии инвесторов всегда помните, что торговля на бирже связана с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Поэтому всегда подходите к торговле ответственно. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, кто вы, трейдер или инвестор, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok